Возвращаемся к теории стоимости, действительно здесь есть серьезная проблема. Я значительно, благодаря докладу Владимира Николаевича, стал хуже к собственной теории по этому поводу относиться. Это действительно так. Значит, в чем здесь проблема стоит фундаментально? На самом деле, когда мы взвешиваем два вида товара, а почему я говорю взвешивание и о массе? Да потому что Марс, когда пишет капитал, у него первая глава именно в этих терминах и сформулирована. Более того, Марс говорит, что это единственная первая глава капитала, которая требует к какой-то сложности в понимании. Все остальное говорит в капитале, это просто. Это та самая вещь. Действительно, когда мы говорим о взвешивании какого-нибудь товара, кресла, дивана, телевизора, телевизор, как вы понимаете, особенно любил взвешивать Карл Марс, то таким образом оказывается, что мы берем весы и приравниваем его к какому-то куску металла. Просто-напросто аналоговую гирю. Что такое? Получается странным образом. Ведь действительно, никто никогда не видел вес как таковой. То есть чистый, аштабный вес. Получить его, увидеть где-то это невозможно. Всегда он в качестве посредника выступает в металлическом гире определенного объема. Вес это объем. То есть, есть у тебя некие эквиваленты, одинаковые плотности. Если один предмет больше другого в два раза, это означает, что он уравновешен гиреем, станем гиреем и железным гиреем в два раза большего объема. В этом есть действительно некая фундаментальная проблема. Потому что когда мы взвешиваем любовь и параметр физический, и импульс расстояния, масса, магнитный момент, что-либо еще, мы никогда не видим магнитный момент сам по себе, и импульс сам по себе, ровно по той причине, по которой мы не видим чистый, воплощенный массу. И самое главное, говорит Маркс, мы никогда и нигде не видели чистый, воплощенный, абстрактный труп. Но тем не менее, мы предполагаем, что за массой телевизора скрывается некая абстрактная масса. Так же за стоимостью этого самого телевизора скрывается некий абстрактный труп. Вот такая позиция марсовской стоимости. Напомню, что когда я пытался, чтобы у нас сегодня был букет различной теории стоимости, говорить о ретвийской теории стоимости, о чем шла речь. Шла речь о том, что люди, безусловно, в образом меняются. Один меняет стол на два стула. Один хорошо делает столы, второй делает хорошо стулья. Считается, с марсовской точки зрения, что в них как бы воплощен определенного рода труд. Труда какого-то абстрактного, непонятно какого, он такого уже непонятного, как абстрактная масса, в два раза больше воплощено в столе, чем в стуле. Поэтому в рынок, поздно или рано, после всех многочисленных колебаний, если у вас есть рынок, а не ракет, то таким образом он придет к одной и одной очень простой вещи. Это окажется, что стол стоит в два раза больше, чем стулья. Я же критиковал эту точку зрения с той очень простой вещи, что для одного человека один стол по труду стоит два стола, для другого как бы три. То есть для каждого из людей есть, собственно, некий эквивалент обмена или эквивалент определенного рода труда. Таким образом, у нас оказывается, что любой обмен выгоден. Почему? Да потому, что он для двух сторон выгоден. А в любом обмене и та, и другая сторона чего-то приобрели. И приобрели они некий абстрактный сэкономленный труд. То есть если у Маркса эквивалентный труд менялся на эквивалентный труд, потому что есть единый абстрактный труд, который пронизывает все стороны. Я говорил, что у каждого, хоть мы меняемся по труду, но с каждым человеком как бы связана некая своя система отчета. Своя система отчета абстрактного труда. Придем, когда две такие системы отчета сталкиваются между собой, то есть меняются между собой, обе стороны оказываются в выгоде или в прибыли. Как можно сказать? Мы можем сказать, что это невозможно. Там, где один выиграл, а другой выиграл. Но вспомнил, например, как сталкиваются две частицы. Когда у нас две частицы сталкиваются, то у них импульс сохраняется, у них не сохраняется польза. Так вполне может быть, что при столкновении двух частиц скорость обоих этих частиц возросла. Точно так же. Здесь при акте обмена у нас показывается, что оба меняющихся субъекта выполнили для себя абсолютно выгодную операцию. У обоих произошла определенная родоэкономия. Каждый из них выиграл. Безусловно, каждый из них выиграл. Это можно проще объяснить. Если, допустим, я умею делать стулья, но не умею делать столы. Если я потрачу на стуле определенное количество времени, то на столы, я как бы предполагаю, я потрачу другое количество времени. И когда я обмениваю на стуле, на столы, я вижу, что получается, что я меньше труд приравниваю к тем столам, которые обмениваю, чем тот труд, который бы я сам затратил, если бы сам производил эти столы. И выгода состоит в том, что мой труд, который я вижу в производстве стола, он больше, чем тот, который я обмениваю на столы другого. То есть я вижу в столе, который произвел другой человек, свой как бы труд, который бы я потратил на то, чтобы произвели столы. Последнее правильно, но сводить вот этот обмен к принципу разделения труда, мне бы не хотелось, чтобы меня вот так понимали, как сводить к разделению труда, что один делает лучше столы, другой делает лучше стулья. Да, и отсюда возникает прибыль. Вот я бы не хотел, чтобы меня вот так понимали. Один делает лучше столы, но хуже делает стулья, наоборот. Я бы не хотел, чтобы меня вот так понимали. То есть я считаю, что эта ситуация все-таки несколько иная, чем простое разделение труда и вопрос квалификации. Мне не кажется, что это так. Мне кажется, что с каждым человеком, и в этом смысле я как-то немножко похож на Владимира Николаевича, связана некоторая своя система отчета, хотя с другой стороны я говорю, что труд у нас все равно остается. Меняем сильно по ходу. Но другое дело, что для каждого труб, то есть вот этот самый кубонент, для каждого своя гирька. То есть если мы считаем, что мы ходим, во Вселенной есть некая универсальная система золотых гирьков и стальных гирьков, меры весов, с которых мы ходим и меряем все, аквариум, телевизор, доску для глажения, кресло, почти фикус, который присисывал практически все предметы, которые находятся передо мной в комнате, то здесь как бы получается не так. Получается, что у нас вот сколько человек соседит, у каждого есть собственная гирька, и эта гирька в применении к разному личному предмету, например, к телевизору фикусу, дает принципиально разные результаты. Они не сходятся к одному простому коэффициенту, к одному коэффициенту пропорциональности. И вот у нас оказывается такая вещь. Мы сразу же видим, что торговец – это герой, на самом деле, а не спекулянт, а не фальшивомонетчик. И на самом деле, какой был аргумент против торговца? Вот фальшивомонетчик, у него было написано 1 доллар, он приписал к нему 2 нолика, стало 100. Не так, как торговец, который берет вещь, которую он покупает за 1 доллар, приписывает к ней 2 нолика и подает ее за 100. Не фальшивомонетчик он? Я говорю, что нет. Именно в результате обмена, то есть товарно-денежных отношений, у тебя и возникает удивительный рост общего благосостояния. Потому что люди на самом деле в моменте обмена приобретают обе стороны. В этом смысле обмен отличается от грабежа. В грабеже всегда одна сторона проигрывает. В ситуации обмена, или, как я говорю, порождаемой реликтивистской теорией стоимости, которую я отставил. Реликтивистская теория стоимости при обмене выигрывают практически всегда 2 стороны. А в чем выигрыш, кстати, я что-то не понимаю. Что каждый сэкономил труд. Как это и есть. Каждый сэкономил труд только потому, что есть разделение труда, что один умеет делать лучше одно, а другой умеет делать лучше лучше. Я думаю, что в том числе и по этому, но не по этому. Но не обязательно по этому. Я объясни вас, что значит это. Она предполагает, что у тебя нету некоего общего универсального эквивалента, абстрактного труда. Как оледеные меры весов, в смысле герь. Что у тебя, у каждого она своя. И ты прокладываешь туда. Не на основании разделения труда, а просто вот на этом основании. То есть ты считаешь, что это прибыль только состоит из того, что есть ошибка? Не ошибка. Ну а как? Если они на рынке конкретно приравнивают один товар к другому, то ошибки это нет? Не ошибка. Она не ошибка. У одного гелька, условно говоря, одна, у другого другая. И когда мы пытаемся эти две системы соотнести, поскольку гельки разные, то просто возникают каждый раз ошибки. А если бы эти гельки вдруг привести к одному берегу? Это не ошибки. Это подобный случай разбирает Марс в обсуждении так называемого купечества и различных рынков. Когда у тебя золотой нож, ой, золотой нож, стальной нож европейском рынке стоил мало, а у провезённой... То есть опять же ты путышен. Потребительскую стоимость сейчас пытаешься ввести в разговор? Нет. И этот самый нож провезённый на рынок другого, например, индейцев в Северной Америке строил остров, допустим. Ну, понимаешь, здесь не та ситуация, как иногда это предсказывают. Ах, эти европейцы дурили бедных несчастных индейцев. Нет. В этом самый обмен выиграли обе стороны. И обе стороны стали богаче. Ну, понимаешь, если бы было бы так, что твой как бы вот этот индейец там, допустим, мог бы выбирать, если бы туда приехал, условно говоря, не один какой-нибудь купец, а там приехало бы их там тысячи, то рано или поздно цена бы точно так же упала бы до уровня стоимости. Вот ты... То, что ты рассказываешь, что индейец покупает там что-то по завышенной стоимости с нашей точки зрения, он связан только просто с особенностью данного случая. Потому что действительно, если я найду какой-то уникальный предмет, какой-нибудь лунный камень, он будет стоить просто как уникальный предмет. Опять, ты просто хочешь сказать, что у тебя нету вот этой самой ситуации, когда у тебя... каждый носит свой эквивалент. Ты считаешь, что их можно принести к... Я могу объяснить, Потому что на рынке две системы, даже если у каждого своя система, и даже если с этим согласиться, поскольку каждый действительно судит как бы о вещах, исходя из как бы своего мнения, сколько они уже стоят и прочее, даже если об этом обсуждать, то непосредственно на рынке в момент обмена наступает приравнование двух систем. Момент истины, да, я понимаю. Приравнование. Это означает, что как бы вот эта вот субъективность, она исчезает в момент обмена. Сколько ты не носишь с собой этих самых эквивалентов, когда ты приходишь на рынок, ты приравниваешь... Нет, дело не в истине. Дело в том, что ты приравниваешь свой эквивалент по какой-то пропорции к эквиваленту другого. И означает, что фактически ваши две системы приводятся одна в другую. И если эта ситуация не одноразовая, повторяется часто, 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 то все системы приводятся к некой одной мере, которая на самом деле потом в итоге и появляется в виде денег. Это деньги, это и есть не что иное, как та самая мера разумная, в которой все переведено. Все становится, просто выражается в рублях. И ты внутри себя, внутри своей системы все начинаешь исчислять допросы в рублях. Понятно. То есть ты считаешь, что вот эту сложную систему, в которой выстраиваются, она может быть регрессивным способом сведена к более... Светена, она сводится. Сама сводится, да. Потому что она со своей сложной ситуацией у тебя есть некоторая вещь, когда она приводится в более простой ситуации. Нет, ну просто есть неразвитый рынок, когда действительно спорадический обмен. Но ведь мы же знаем... А есть развитый рынок. Все это приведено к одной системе. Мы же знаем в физике, что когда у тебя, ну, допустим, есть какое-то сложное многообразие, все время не обязательно, что ты путем даже любых преобразований сможешь привести его к многообразию. Еще раз говорю, вы каждый раз подпускаете момент, что есть фактический опыт. Может быть, многообразие, какое-то математическое, невозможность, если есть. Опыт фактически есть, и он подтверждает, что значит сводится. Неважно на самом деле, теоретически там как-то можно или нет. Опять, да. Все фактически сводится. Подожди, к чему сводится? Есть некоторое представление о том, что он сводится к чему-то. Ну вот, например, крестьяне Франции 18 века. У них добавлено денежный обмен отсутствовал. Почему? Потому что это большое количество хозяйств в воспроизводении одно и то же. Хлеб выращивали. Землю, где-то ткани чего-то. Поэтому, если у тебя примерно одно количество труда тратится на хлеб в одно хозяйство, в втором, то я не буду им обмениваться. В этом смысле хлеб для меня не является товаром. Он не является чем-то тем, что стоит меняться. И вот спрашивается в задаче. Рынок, когда у тебя происходит активный обмен, это ситуация возгонки по постоянному усложнению сложности или регрессия вот этим самым христианам, которым меняться не надо, потому что у них все одно и то же. Но в самом деле они и менялись, потому что один, помимо того, что он хлеб выращивал, он еще умел хорошо ткать, а другой человек умел железные гвозди делать. Я не думаю, что они как-то менялись при этом. То есть подавляющее количество товара, которое он производил, она была вне сферы обмена, но части товара не менялись вот в этой ситуации. Вот в чем стилистическое прикол состоял? А потому что мы можем, говорили тогда, мы можем в этом самом предмете, например, в телевизоре, померить некий труд, который требуется его. И тогда мы можем этим всем вещам назначить их абстрактную, идеальную, структуру. измеряется фактически в момент как бы обмена. Труд в момент обмена фиксируется. Один труд приравнивается к другому только в момент обмена. Все остальное это просто абстрактный разговор. Почему? Мы пытаемся, подождите, мы пытаемся понять в остальных теориях только просто сам факт. Вообще-то вот наука отпирается на факты. Есть факт обмена, мы должны его объяснить. Каким образом два разных труда обмениваются. Все остальное это просто способ объяснить. Кто доказывал, что бьются вот два разных не доказан, это портится. По протруб это как бы это гипотеза. Это же нет, я хочу сказать, я вот после эту позицию свою как бы изложил, вот эту ринейтиристскую немножко отличающую от Максовской, безусловно отличающую для теории против Владимира Николаевича вот эту свою теорию. И действительно я вижу в ней большое количество изъянов. Сейчас я посмотрел это ровно такая же как вы и вижу так же у Владимира Николаевича. И в самом деле я утверждаю одну очень простую вещь, что невозможно приведение в каком-то смысле к общему эквиваленту. Как я говорю, как раз в том, что все приводишь к общему эквиваленту, это и есть подвиг. А в том, что ты не можешь так привести к общему эквиваленту, констатация этого простого смысла, подвига нет. Если я скажу, что у меня свои гирки, другого свои гирки, я ничего не сделаю, кроме большой глупости, которую я в глупости и повторяю. Большая глупость в этом и состоит, что подвига нет. В отрицании нет подвига. Непонятно, как с этим работать. Вот у Владимира Николаевича он, конечно, делает глупость подобную, подобную не, но точно так же оказывается, что в его утверждениях о том, что все является совокупностью целого комплекса факторов, тоже как бы нет подвига. Подвиг есть в очень простой вещи, что когда ты все оскоришь к одному эквиваленту и в той сложной ситуации, которую нам пытается рассказать тебе объяснить было, что у тебя действительно нет какой-то абстрактной стоимости, которая, как и абстрактного веса. У тебя же нет абстрактного веса самого по себе. Правда же? Что у тебя вес возникает только в момент измерения. Точно так же у тебя нет никакого-то абстрактного труда самого по себе. Правильно было, да? А он у тебя возникает только тот момент, когда ты пришел на дырак. Возникает а вес и есть сравнение. Да, да, да. Вес, есть и только сравнение. Вес абсолютно величин нет. Да, 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 я согласен, согласен, это и есть, что вес у тебя возникает только в момент сравнения, потому что вес и есть сам по себе сравнение. Точно так же у тебя нету никакого абстрактного труда, поэтому социализм невозможен, он действительно правил социализм. А абсолютно абстрактный, но есть, и относительно. Потому что у тебя стоимость эта возникает только в момент обмена, потому что стоимость и есть сам обмен. Если ты говоришь, что это его некий абстрактный труд, этот лиза стоит только, это столько, это столько, то ты построишь социалистическое общество с претензией на коммунизм. И оно, мы проверили, если на практике провалится, оно приведет к отставанию, большому проблему действий у нас всех, к ратурализации хозяйства, когда окажем у себя на участке отданной партии на четырехсотках съел морковку и картошку. К ратурализации характера и всех этих вещей. И вот этот фактор очень-очень важный. Как с ним работать, я не знаю. Потому что, на мой взгляд, что как-то выяснилось на этом семинаре, я слушал Булата и Владимира Николаевича, и мне как раз тоже показалось, что моя ратурализация теория стоимости, о которой я немножко гордился, она обладает тем же самым объемом недостатков, что и теория стоимости Владимира Николаевича. Но без ее достоинства, безусловно. Ну вот так. Ну теперь можно, я просто скажу в защиту Марса. Я буду стоять на марсистских позициях. И потому что я супер, как бы, Марса уважаю, просто потому что надо все-таки отдавать должное человеку, который что-то сделал. Я считаю, что Марса можно за другие вещи критиковать, за его теорию прибавящей стоимости. Но вот в вещах, связанных со стоимостью, по-моему, мне кажется более-менее все логично. Давайте, как бы, я уже это свое рассуждение приводил, как бы, в чем состоит это рассуждение? Стоимость. Почему стоимость выражается в труде? Не потому что это вот как бы с потолка что-то возникло. Потому что мы сравниваем везде, разговор должен тебя сравнить. Мы сравниваем гриб, который растет в лесу, который может бесплатно там поднять, да, и гриб, который лежит в магазине. Да, в чем состоит разница? Если мы будем наблюдать, в чем состоит разница, то каждый раз мы обнаружим некоторый труд. Труд от того, кто собрал, труд от того, кто довез, труд от того, кто упаковал. А если говорить про упаковку, то ведь все, что называется затратами, это все равно какой-то труд, который произвели где-то в другом заводе, это труд, да, ее привезли, это труд, там, добыли нефть, как бы, добыли, как бы, горючий сматочный материал, там, машины ездили, это все труд. Иначе говоря, любую, все, что у нас возникает в качестве стоимости, во всем этом, есть просто некий труд. И больше так. Ну. Не надо бесплатно, да, без материала, без земли. Еще раз. Потому что вот и прикол состоит, что чистый труд без божьего тара. Да, потому что все остальное бесплатно лежит. Солнце светит там бесплатно, грибы в лесу растут бесплатно, деревья растают бесплатно, земля под ногами валяется, все это бесплатно нам дано. Мы просто взяли, это оккупировали, как бы, в человечестве в целом. И вкладываем в него свой труд, и добываем стоимость. И разница между товаром, и просто, как бы, можно сказать о грибах, там, о деревьях и о прочем, что просто, как бы, в природе существует, только состоит только в том, что в природе оно бесплатно, а то, что пытаемся продать, в него вложен труд, и мы продаем только свой труд. Иначе, я говорю, все вот в этом смысле можно измерить некоторым трудом. Другое дело, можно ли этот труд приравнять? Как вот мы будем приравнять труды? Есть труд, там, собирателей грибов, есть труд того, кто деревья валит, есть труд того, кто добывает там нефть, есть труд какого-то, условно говоря, это менеджер высшего звена. Труды разные. Приравнять их невозможно. Почему? В разных обществах надо... Ну, смотри, если бы мы приравнивали труд, например, исходя из... А труд это процесс. Да, допустим, представим. Результаты можно приравнять. Да, я думаю, с этим, причем вот в этом как раз аспекте, как бы, Владимир Николаевич, по-моему, полностью прав. Труд приравнять невозможно. То есть, есть менеджер высшего звена, он миллион долларов зарабатывает, есть какой-нибудь собиратель любви, он там какие-то кайпики зарабатывает. И вроде бы они тратят свои, ну, скажем так, свои мускульные силы, там, физические какие-то там усилия совершают. А может быть, даже тот человек, который гигант собирает, он еще и большие совершает усилия. Один в кабинете сидит, а другой где-то ходит, там, бродит и так далее. Приравнять невозможно. Но тем не менее, вот в этом состоит то, что нужно объяснить, некое чудо. Тем не менее, есть рынок, где вот этот эквивалент возникает. Кто сказал, что он нарослежит, что эквивалент происходит? Он другой. Не, подождите, подождите, мы дойдем до этого. Он не дойдет. Суть вопроса состоит в том, что вот есть два конца. С одной стороны, стоимость возникает в труде, а с другой стороны, она обменивается на рынке. И это означает, что разный труд, как по каким-то коэффициентам, там, хитрым какие-то, да, каким-то мистическим образом друг к другу приравнивается. И, собственно, Марс говорит, и пытается на этом строить теорию. Исходя из того, что труд приравнивается, значит, должен быть эквивалент. Отсюда возникает вот эти всякие там теоретические, только построение абстрактного труда, какой-то средний, средний, как там называется, средний труд, там, и прочее, прочее. То есть, иначе говоря, здесь просто возникнет как в науке, да, вот, или правильно приводят пример, как бы, с тяжестями, да, вот, есть много различного рода видов материала, да, есть дерево, там, есть железо, там, есть, там, камень, там, допустим, и прочее. Но, тем не менее, вот, в неком аспекте, в аспекте тяжести, да, когда мы их взвешиваем, они друг к другу приравниваются. Вот как мы дерево можем приравнять железо? В аспекте тяжести они приравниваются. Они приравниваются в ту силу того, что есть гравитационное поле, постоянное, для всех элементов. Вот, вы находите в этом гравитационном поле, они приравниваются друг к другу. Вот так, источник гравитационного поля. Так как стоимость для параметров обмена, так как гравитационное поле в этой точке Вселенной источник соотношения весов. Я просто тоже точно так же хотел сказать, что там можно обсуждать законы, по которым как они приравнились. Просто я хочу сказать, что у рынка есть то же самое гравитационное поле для стоимости. Понимаете, если говорить на этом языке. Есть некая стихия, где приравнивается... Вопрос, что такое стоимость? Я уже начал с того, что стоимость возникает только в труде. Это декларация. А я объяснил, как мы сравниваем две вещи. Это гриб, который растет в лесу, и гриб, который лежит в магазине. Между ними разница состоит только в труде. Почему? Нет только в труде. А на рынке существует два. Что значит стоимость? Это взаимоотношение покупателя и продавца. Значит, на рынке есть две системы. Это владелец производства и продавец. И второе это продавец и покупатель. Тут разные системы. Да пускай сколько угодно системы. Мы же обсуждаем. В каждой системе своя стоимость. Своя прибавочная стоимость. Но вы пытаетесь физику объяснить, что есть институт, там, условно говоря, там... Это не зависит от того, кто ее изучает. Это люди назвали. Нет, физика... Я имею в виду, что есть физика, как наука, как некие законы природы. Вот они как байдли для всех физиков. Точно так же и стоимость, она как бы некий должен быть... Стоимость, она зависит от... Точки зрения. От точки зрения. А это и странно. Потому что мы... Стоимость вообще... Весь переменная. А не постоянная. Я понимаю. Вы пытаетесь совесть ввести к субъективным некоторым... Почему? А я пытаюсь найти некую научную основу. Объективную. А научная основа не подразумевает? Что значит научная основа? Человек, это... Его сознание, это что такое? Чисто субъективное. А когда она на фоне... Когда этим сознанием общественным... Есть понятие субъективное сознание, личности. А есть понятие общественное сознание. Масса людей. А общественное сознание является объективным. Хорошо. Просто научное, это означает, что... И оно может быть в разные моменты времени различно. Поэтому стоимость вообще... Переменный параметр. Они когда-то не постоянны. Это естественно. А масса та же? Наверное. Масса зависит от гравитационного поля, я сказал. То есть гравитационное поле другое, и масса будет другая. Нет, подождите. Не масса, а вес. А масса будет остается, да. А масса будет остается, да. А масса не является. Да. Поэтому я хочу как бы попытаться понять эту же стоимость... Мы проводили пример с весом, а с яростью. То есть... С яростью. Мы сравниваем эту группу. Для того, чтобы понять, что такое стоимость, надо постоянно держать в уме не абсолютные величины, а относительные. И все сравнивать. Потому что стоимость, в принципе, рождается на рынке в результате обмена. Да? То есть она изначально рождается в результате. В результате обмена. Есть сфера рынка, есть сфера производства. Вот это вот не из травм. Я не очень понимаю. Ну, собственность – это отношения. Да почему здесь вообще все эти инфостроения? Вы придумываете какие-то... Да нет, я думаю. Это масс, которого вы некоторым могут защищаете. Он заявил, что собственность, это в капитале написано, и доказывают это. Собственность – это отношения между людьми. Я еще, я понял, что… Да пускай другой бы там не говори. Ну, пожалуйста, дайте проглашку. Отношения между людьми в сфере производства, где действует наемный рабочий, крипталист. И отношения между людьми в сфере рынка, где действуют покупатель и продавец, совершенно различные. Они различные. То есть стоимость в одной сфере не равна стоимости другой. Если стоимость – эти суммы стоим возле… Я же сказал, что это как бы определяется, это равенство в труду. Ну не труд? Только в процессе обмена. Зачем он приводит в нее производство? Как в чем? В производстве она рождается, это собственно. Но тем не менее, она возникает у травмства, двух видов труда, в процессе конкретных обменов. Когда эти обмены поставлены в массовом порядке, возникает вот это представление о среднем трубе. Когда, например, если мы приведем какую-то уникальную вещь куда-то там к индейцам, то там действительно это не будет рыночный обмен. Да, это будет... Ну хорошо. Вы слышите, что отношения в сфере производства и отношения в сфере рынка между людьми различны? Ну, наверное, различны. Почему? Почему это? Это словеческие отношения, просто напросто... А различны почему? Потому что наемные работники в сфере производства есть человек, который подчиняется этому самому, однозначно. А на рынке, видите, он хозяин себе собственного. Он принимает ощущение сам. А противоречия на рынке в сфере производства и на рынке совершенно различны. И поэтому собственность, создаваемая на рынке и сфере производства, различна. А общая собственность, есть сумма этих производств. Общая прибавочная стоимость, есть сумма прибавочной стоимости, созданной в сфере производства, и прибавочной стоимости, созданной в сфере рынка. И при этом, естественно, что в сфере производства не действуют факторы стоимости, там действует только фактор, там стоимость только продукта, там нету N прибавочной стоимости в сфере производства, он так создаётся, а количественно её там нету, а на рынке она количественно прибавляется, а вы просто сказали, что стоимость определяется на рынке и определяется в трудном, я вам объясняю, что различные сферы, да, различные сферы, поэтому там не только трудно. Можно я про сферы скажу? Пожалуйста. И насколько я понял, что современное состояние общества, оно как раз и развеяло вот эту теорию Марса, что непримиримое противоречие между трудом и капиталом, о котором вы и говорили. И сейчас можно забрать, что Марс вывел вот эти две вещи, и вот он сказал, что непримиримое противоречие между трудом и капиталом. Ну, он не проходит. А? Да. Ну, этого непримиримого противоречия до Маркса, так сказать, не обнаруживали, и после Маркса, значит, оно сейчас совсем не такое-то уж непримиримое и примиримое. И поэтому, значит, вы говорите, что это разница между, там, трудом или между рынком и между производством, разницы нет. Это, мне кажется, что просто было некоторое, так сказать, вот фантазия Маркса, что... По-моему, немножко вы все-таки как бы притягиваете одно к другому, потому что ясно, что отношения между сферой производства и отношениями в сфере рынка разные. Хотя бы потому, что там, наверное, работник имеет одни права, а на рынке он имеет совершенно другие права. Поэтому, соответственно, различные отношения... У них одинаковые правы, да? Ребята, сейчас, можно, как бы, я просто... Чем же они одинаковые? Потому что там он подневольный человек. Там он подневольный человек. Ну, какого-то отношения к вопросу в сфере-то нет, он не подневольный. Ну, как в чем? Потому что на его себя образуется и перепроизводство. А то, что образуется в сфере рынка, в сфере продюсов, говорит о том, что стоимость многофакторная, многофакторная, в виду индивидуального характера примирения, в виду общественного характера. Одни факторы – это в сфере рынка, другие факторы – в сфере продюсов. Ну, по-твоему, по-твоему, это не примирение. Еще раз, для того, чтобы понять, как стоимость почему-то у вас возникает какие-то идеологические уклонения. Я не знаю, почему вы сразу пытаетесь привести другие развлечения, что есть какие-то производители, есть отношения между рабочими и производителями. Это разве идеология? Да, допустим, сиди на пеньке человеку, вообще нет никакого производства. Конечно! Сидит на пеньке, какой-то человек делает там стулья, на другом пеньке сидит, делает столбы, все! Нет никакого производства, нет никакого взаимоотношения между рабочими и собственними. Он сам себе собственник, сам себе работает. Все! Два человека, обмениваться товарами. В таком разговоре надо говорить. И третий человек ходит, там грибы собирает. Все. И вот как определить на самом деле, что такое стоимость? Как определить, допустим, валяется... Стоимость, а то что? Подождите, вот деревья, подождите. Вот растут деревья, никому не нужны. Ну, предположим, что это не то время, когда все разлиновали, и все распределили, и рощи кому-то принадлежат. Допустим, это какое-то древнее время, деревья растут, никому не нужны. Сидит один, умеет стулья делать, сидит другой умеет столы делать, а третий грибы собирает. Один раз пошел грибы собирать, эти нарубили себе деревья, все же бесплатно. Откуда взялась стоимость? Откуда взялась стоимость того, стоимость того, грибу? На момент поступления на рынок. Что вам сказать еще? Нет, ну вот, пускай рынок, они же трое составляют этот рынок. Ну, хорошо. Вот, они этот трое, как возникает? Когда они обмин производства между собой, возникла стоимость. Возникает рынок. Правильно. Вот как-то вот это. Но она не возникает, она проявляется. Вот так было бы говорить правильно. Проявляется. Хорошо, что она не проявлялась. Хорошо. Когда она пришла, то есть она существует, и в природе она существует, но она проявляется только тогда, когда она пришла на жизнь. Для философии, как бы, для того, чтобы пытаться обсудить именно философский спектр, это как там говорить словами несущественно, главное нам смысл понять. Смысл состоит в том, что вот растет гриб, условно говоря, в лесу, и гриб, который человек хочет продать. Ну, хорошо, слово. В чем разница? Разница состоит в том, что у того гриба, который пытается продать, человек затратил труд, он ходил, он потратил время свое, он нашел этот гриб, донес. Разница в том же первой очереди. Подождите, ну послушайте меня просто. Я слышал-то. Да я что слышал-то, вы слышали, слышали, а никак не смысл понять простой не может. А другой сидел в это время, когда тот ходил, грибы собирал, срубил дерево и начал в нее делать стулья. Понимаете, другой человек. И вот их труд приравнялся в момент обмена. Кто-то принес, он говорил, килограмм грибов, айзов. В том же труд приравнялся, только труд. Что еще? Разрешите, что здесь еще? Я еще говорю, польсов, например, по другому польсов. Один считает, что, я же тоже говорил, что труд, кто он сказал, что труд? Это гипотеза, не доказанная, я не прошу никем. Подождите, еще раз. Я прошу. Про гипотезу. На рынке существует различия. Да подождите, подождите-то, не торопитесь. Вы убегаете на рынке, никакого рынка нет, три человека. Как вы уже сказали, да? А вы говорите про обмен. А тут же уходят по этой рынке. Теперь я понимаю, почему политэкономия там ничего не получает. Но вы только сейчас. Вы только сейчас говорите, что происходит обмен. А когда я говорю о рынке, вы больше. Ладно, все, быстро. Давайте, давайте, вы не понимаете, хорошо. Вы не понимаете. Я выскажу свои слова. Да, просто я свои слова до конца просто выскажу. Что-то я говорю, что я не знаю. Это сфера производства. Послушайте, подождите, дайте мне сказать, а потом я скажу, и вы можете уже все, что угодно высказать. И в момент отмена на рынке происходит приравнивание этих труб. Да кто сказал, что трудов приравнивает? Объясняю вам, почему. Это гипотеза ваша. Это ваша гипотеза. Это гипотеза, которая... Да потому что кроме труда стоить, ничего нет. Такой просто нечего. Кто стоил, что ничего нет? Я говорю, что есть польза. Ну ладно, хорошо. Есть другие факторы, которые накладывают государство. Есть другие факторы, которые накладывают обстановку. Вы высказали, что есть факторы другие. А здесь лучше, а вот что вы как-то. Зафиксировали, да? Да. Ну давайте тогда будем решаться, да? Значит, итог, который мне хотелось бы делать. Существует определенного рода гипотеза, что, например, физика или математика могут быть в коронечном смысле являться образцами всех следующих новых. Что экономика, например, является одной из таких долгоподчиненных. И ее проблемы возникают только из-за того, что там непонимали, потому что сложная система. Я хочу фиксировать такую точку зрения, что мы, хоть и совершенно с разных позиций, с Владимиром Николаевичем ходили вокруг одного и то же. А именно вокруг проблематики абстрактного понимания стоимости. Просто хоть мы решаем ее по-разному, совершенным образом. И, тем не менее, то, что мы на этом как бы сосредоточены, это показывает, что в понимании некой абстрактной величины есть определенного рода проблем. Это указывает. Этих проблем, как ни странно, когда мы же говорим об неком абстрактном весе или абстрактном массе железа, мы почему-то физики не усматриваем. Но, как ни странно, здесь вот экономика, поскольку именно вокруг этой понимания абстрактности, то есть понятия измерения абстрактной величины, возникает так много разговоров и непонимания, она указывает только то, что на одно, что вполне возможно, что экономика не является причиненной дисциплиной, а может, то есть дискуссии вокруг нее, это философский, безусловно, урок, могут указать нам как раз пути и не только для разговоров, собственно, об экономике, но и для модернизации всего здания науки. По крайней мере, они могут указать здесь на некую дополнительную проблематику, которая почему-то физика и математика пропускается в диплом. Ну, разница очевидна, по-моему, если извините, я перебил, может, физика и математика оперируют строго объективными законами природы, а здесь включается сознание человека, понимаете? Поэтому нельзя сравнивать, так сказать, одну тяжесть с сознанием природы. Так люди это все рассуждали. В системе экономики действует сознание человека, поэтому обязательно это дело надо учитывать. Я просто объясняю разницу между физикой и математикой и экономикой в плане абсурдавинга. Так обычно люди это дело и объясняют. Я так хочу сказать нечто прямо противоположное. Вполне возможно, что вот эта сложность, в которой мы с Владимиром Николаевичем ходим, она является некой принципиальной сложностью. Эта принципиальная сложность не является следствием того, что экономическая, то есть экономическая жизнь людей со всеми этими вещами оказывается значительно более сложной системой, чем физикой. Мы там что-то не понимаем. А вполне возможно, что нам как раз экономика здесь, и в том числе экономическая теория Макса указывает на некую принципиальную сложность, которая не является спецификой человеческой жизни, но касается всех сторон жизни, всех сторон деятельности человека, в том числе физики, математики, любых разделов новки. Ну, на последнее, я тебе скажу еще одна вещь. Мне понравилось согласно с такой точкой. Один автор рассмотрел вопрос о представлении экономиковой масштабах всей Земли. И фактически на Землю светит Солнце, там внутри Земли есть какие-то недра, и что происходит? Вот фактически никакого же обмена между землянами и инопланетянами нет. И все, что потребляет, все, что производит Земля, ну, все люди на Земле живут, все ими живут и используются. Получается, на входе мы видим солнечный свет, там как бы недра Земли, тут все бесплатно. А на выходе ничего нет. На выходе просто все это как бы вот так прожирается, там как бы обменивается, как бы уходит куда-то, в иные формы приобретает, но никакого обмена нет. И получается, на самом деле, что этот пример показывает, что можно потребительскую стоимость отделить от стоимости именно. Именно потому, на самом деле, что потребительская стоимость это не что иное, как вот это инаковение вот этих вот всех материальных ресурсов, да, солнца там, да, недра Земли, в общем. То есть мы просто как бы их используем, а потом просто придаем им разные формы, да, в виде, с помощью труда. И, собственно, как бы то, что обменивается, да, вот это у нас, остается трудом. А вот это вот все, оно как было бесплатно, как нам прибыло, так оно там же в недерку, во всех, и Земля же никуда жить не выбрасывает, они все это в Земле просто иные формы приобретают, да. Не было дома, дома стали, ну и чего, они же с той же Земли достали там, используя энергию Солнца там, как бы их просто иные формы приобрели. То есть на Земле ничего не происходит, как перемешивание просто вот этих структур. А что добавляется-то? Только труд добавляется постоянно. Труд добавляется, чтобы формы менялись. Все. Работа совершается. Постоянно совершается работа. По изменению формы Земли. Она становится каждый раз другой. А на входе бесплатные ресурсы на входе, выхода никакого нет. И получается, что действительно мы можем отделить потребительскую стоимость, которая составляет вот этот вот бесплатный ресурс, и именно вот, который составляет наш труп. Вот простой такой пример, как бы для того, чтобы вообразить, почему мы можем все-таки потребительскую мену стоимость различить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова